Приветствую вас и коллега. Достаточно подробно описал вам то, что нужно делать, если у вас имеется алкогольная зависимость или наркотическая зависимость. А мне бы хотелось раскрыть немножечко другой аспект, аспект в большей степени психологический, и сказать, а точнее даже спросить вас вот о чем. Вы говорите, что в пьяном виде вы причиняете вред. Вас это не сильно волновало, пока вы не видели разгромную комнату младшего брата, и потом был назван ряд ваших действий, которые являлись не совсем адекватными, не совсем правильными. После чего вы говорите, что из-за боязни выплат вы перешли на правку. Из-за которых вы расслабляетесь, вы успокаиваетесь. И вот здесь ключевой момент. А откуда вообще изначально пошла потребность к алкоголю? Ну вот нельзя вам допустим выпивать, да? Почему вы перешли на правку? Затем вообще обязательно на что-то переходить. А чему вы бешите, что пытаетесь побороть, что вас напрягает, что вас заставляет нервничать, от чего вы использовали скрывал алкоголь от перебравок. Есть какой-то отображающий фактор в вашей жизни, который стимулирует вас постоянно искать успокоение психотропных веществах. То есть искажать свое восприятие с помощью алкоголя или наркотиков и от чего-то бежать. Вопрос, который я хочу вам задать, заключается в том, от чего вы бежите. Что вам мешает, какого конфликта вы избегаете с помощью алкоголя и наркотиков. И вам нужно понять, что даже если вы пройдете наркологическую помощь, даже если вы избавитесь на физиологическом, химическом уровне от алкоголя и наркотиков, если не исчезнет внутренний психологический стимул для употребления этих веществ, то вновь срыв, ну, когда человек перестает, например, употреблять алкоголь, а потом, спустя какое-то время снова начинает его употреблять, это называется срыв. Так вот, срыв – вопрос времени. Потому что мы, получается, устраним внешние факторы. Внешние факторы – это физиологическая зависимость. Внешние факторы мы устраним, а внутренние останутся. Внутренние – это нерешенный конфликт, страх, может быть, какие-то фрустрационные процессы, то есть невозможно добиться чего-то, достичь чего-то, социальные конфликты, может быть, что-то еще. До тех пор, пока не будут проработаны глубинные установки, провоцировавшие вас на употребление алкоголя до такой степени, что даже когда вы понимаете, что вам пить нельзя, вы сойдетесь и вы чем-то замените, ваша жизнь кардинально не изменится, и вы будете продолжать себе угрожать. И угрожать себе и своим близким, в том числе и своему брату. То есть, я надеюсь, понятно, наркологическая помощь обязательно, ну и также обязательно проработка ваших личных причин, мотивов, по которым вы начали употреблять алкоголь. Это первостепенно и наиболее важно в вашем случае, потому что физиологическую зависимость можно преодолеть, а вот психологическую зависимость преодолеть гораздо сложнее, именно потому, как правило, что человек не осознает, что им движет ну, на то, чтобы употреблять алкоголь и употреблять наркотики. Вот примерно так можно вам ответить на вопрос, какая вам нужна помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго.